Гагаузская автономия 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 Учебных зданий, потому что изначально предусматривалось строительство учебы по зиме. Вопрос, который раз создавался в ходе этой встречи, в вопрос передачи земельного участка. Мы, наверное, сессии, 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 что этот вопрос решается. И благодарим главным управлением образования за быстрое, за эгоизмирование к этому вопросу. Для того, чтобы приступить к проектированию рабочей смертной документации, есть необходимость решить вопрос с работой коммуникации. Это и электричество, это и экономизация, это и содержание. В первую очередь, решить, каким образом эти коммуникации будут подлинны к данному земельному участку. Что это будет делать, и через какое время можно все эти моменты реализовать для начала проектирования. Другим большим проектом строительства является реконструкция ИДК Коммунистерской области. Делегация инженеров, которая была свидетельством, исследовала также данное здание и предоставили нам следующие рекомендации. Учитывая эти данные, эта делегация техников рекомендовала нам рассмотреть возможность постройки нового здания, которое, в принципе, по площади будет ненамного отличаться от существующего. Существующее здание имеет площадь 430 метров квадратных. Если построить новое здание общей площадью 360 метров квадратных, то с точки зрения экономической эффективности и срока эксплуатации, в принципе, расходы будут плюс-минус идентичны. Другим проектом реконструкции – это ремонт детского сада номер один в Коммунистерской области. По отношению к реконструкции детского сада номер один было озвучено такое же мнение, что и относительно реконструкции ДК Гнадского районной больницы, о том, что, в принципе, целесообразнее построить новое здание. Учитывая этот факт, что стоимость ремонта и стоимость постройки похожего здания, может быть, чуть меньше, плюс тех же размеров стоимость не будет разниться. Были выявлены определенные проблемы технического характера, которые должны предоставить наши стороны, для того, чтобы тихо смогло в кратчайшие сроки, скажем так, перепоказать предварительное технико-экономическое обоснование, а также предварительный проект. Самая большая проблема технического характера – то, что нету конкретного анализа, геологического анализа, источников воды. А те, которые в городе башни Африанский полос, которые существуют, они не прогуляли о том, скажем, о той глубине, которая бы давала в городе качественную воду, и они не будут вредить предварительное состояние. Для проекта нужны конкретные деньги воды, конкретные источники этой воды. Этого нет, поэтому ни карт, ни геологии, ни других анализов не было доставлено. Это проблема, которую мы должны решить здесь. Есть конкретный отчет, без заключения экспертов. Я его предоставлю заинтересованным лицам и управлением. Главное, что нам нужно в течение недели определиться и создавать совещание, и решить вопросы этими документами, и конкретно так мы будем решать этот вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова